итак я давно хотел показать то место где у нас российская федерация отобрала гаражи и просто хотел показать вам в каком состоянии сейчас находится это место давайте с вами посмотрим на это место я специально пришел сюда это место находится кстати извините за ветер наверняка он очень сильно сейчас вам он мешает но попробуем давайте все равно постоять и послушать что здесь стало и почему так эта страна относится к своим гражданам своим людям абсолютно наплевавши на них итак ребят вот здесь вот здесь полностью на всей этой территории были гаражи лично мой гараж был вот в этом месте вот у меня был гараж и вот в него заезд ребят эти гаражи мы получили еще при украине вот здесь был ряд вот здесь был ряд ну то есть вся вот эта площадь была заставлена металлическими гаражами но и в чем прикол то был у правительства взятие отобрать у людей гаражи отобрать креста что что эти гаражи стояли здесь незаконно с точки зрения там они были сделаны здесь при украине стояли более 25 лет лично мой гараж вот в этом месте стоял больше 25 лет и у меня этот гараж отобрали не дав мне возможность просто взять и заплатить не знаю как то вступить в какой-то кооператив создать кооператив я даже скажу по-другому кооператив мы создали тогда когда администрация нахимовского района уже развесила объявление о том что если мы не снесем 30 дневный срок сами то они снесут своими уже силами и нам пришлют счет в этот момент инициативная группа создала гаражный кооператив по так сказать по предложению администрации нахимовского района и конце концов эти документы никому не понадобились у нас все равно в любом случае взяли и отобрали эти гаражи прошу прощения здесь вот так вот немножечко больно извините я еще не профессионал видно так вот что здесь произошло то есть были гаражи можно посмотреть видео видео на то как здесь было и какая была территория какие были гаражи можно посмотреть вот по этой ссылке которая находится в верхнем углу и так дальше давайте посмотрим как сейчас какая сейчас территория что из нее вот посмотрите здесь какое-то дерево здесь бетон здесь вообще ничего строить нельзя потому что здесь проходит какая-то труба то ли она газовая то ли какая-то другая здесь свое свое время была спортивная площадка еще при советской власти во время перестройки какой-то депутат городского совета или даже районного он просто взял и переписал каким-то образом наверное что-то заплатив а может быть и нет записал ее на себя и сделал стоянку после этого эту стоянку выкупил татарин какой-то и до сих пор она находится в его руках что будет с этой громадной территории никто не знает дом здесь очередной здесь никому не нужен но вы знаете что делают деньги да и вы знаете насколько люди у нас озабочены деньгами и в правительстве сидят и в правительстве и там в районах администрациях сидят люди которым просто платят деньги и они естественно здесь сделают разрешение на постройку дома единственное что хорошее на всей территории кстати мы с вами идем и здесь были гаражи вот в этом месте видите бетонное основание и здесь были гаражи и даже там были гаражи единственное что сделали хорошее это сделали вот эту площадку спортивную площадку до нее сделали хорошо но опять же я хочу посидеть и посмотреть как молодые ребята занимаются футболом или баскетболом или гандболом я бы хотел посмотреть почему в америке почему в этой загнивающей стране обязательно бы здесь поставили какие-то вот как она как роман фан зона называется да почему у нас вот так вот почему мы жители до домов вот этих которые вокруг обделили нас возможность уставить мои свои машины закрытые помещения пускай это и металлические гаражи но это извините град не ударит а у нас вот такие град такой град был такого размера по какой причине вообще это произошло я лично так и не могу понять заканчиваем с этим вроде бы на первый вид взгляд неплохим сооружением но мне нравится но если бы здесь открыли сделали бы какой-то парк насадили бы деревьев хороших сделали бы газонную траву сделали бы площадки какие-то ну может быть детские хотя не нужно здесь детские сделайте зону отдыха здесь поставьте уже вот какого у себя в москве зарядки сделали сделайте здесь такое же просто напрашивается здесь поставить посадить какие-то высокие деревья красивые платаны или я не знаю ну какие-то на выбор до сделать какие-то небольшие дорожки может быть какой-то фонтанчик но это уже слишком чтобы можно было не не вот на это развалину смотреть нету разруху ведь вы понимаете что здесь было больше 78 гаражей это говорит о том что 78 автомобилей стояли своих местах своих гаражах безопасность это одно очень важно чтобы машина чувствовала себя хорошо от солнца а у нас извините сейчас в тени 36 вы представляете что чувствуют вот эти машины я вынужден тратить собственные деньги 2900 рублей в месяц чтобы ставить свой автомобиль там на автостоянке другой автомобиль свой который у меня по идее стоял в гараже я вынужден ставить около дома и давайте посмотрим что же вообще произошло с этой территории и стоило ли оно того и для кого это было сделано для чего я не могу понять зачем повторять глупые московский опыт я не понимаю я вообще считаю что это преступно потому что это впрямо напрямую отражается на безопасность мы сейчас пройдем конечно сейчас там не будет наверное такого количества автомобилей как в выходной день когда просто нет никакой возможности поставить машину припарковаться и ставят где угодно давайте все равно покажу вам как тут все происходит и так как вы уже видите здесь ночью выстраивается штук 20 автомобилей все равно давайте сюда зайдем в свое время вот в этом месте пытались тоже наверняка построить площадку вернее автостоянку и даже уже начали заливать фундамент под ограды люди живущие в этом город в этом доме вот здесь по улице генерала мельника дом 1 они отбили эту площадку и не дали возможности каким-то там непонятным людям занимать эту площадь и зарабатывать на нас деньги вот обратите внимание до сих пор осталось вот это вот бетонная подушка хотя здесь тоже идет труба и на этой трубе ничего нельзя строить в итоге посмотрите какое захолустье какой бардак какая грязь никому ничего не нужно пожароопасная ситуация просто на нуле каждый божий вечер это место наполняется автомобилями и здесь автомобилей штук 50 ну не 50 наверное извините но стук 20 тоже 30 наверное есть град солнце ветер песок все на них идет и никому до это дело нет до этого ну а самое основное что самое основное то что у людей отобрали право и возможность свои автомобили ставить в нормальных местах в гаражах в своих собственных пускай не оформленных но я повторюсь была возможность оформить и люди даже оформили гаражный кооператив но администрация не пошла на это по какой-то неизвестной для людей причине очень важный момент еще в следующий давайте сразу не отходя от кассы покажу вот здесь никогда на этой трассе никогда не было автомобилей парковать припарковано сейчас каждый вечер каждую ночь здесь припарковано ну вот на протяжении всей длины этой трассы припаркованы автомобили просто потому что некуда их ставить идем дальше вот в этом подъезде первый подъезд по генералу мельника дом 1 со слов очевидцев и слов жителей этого подъезда живут люди которые просто на не свои автомобили ну на автомобили приезжих людей скидывают яйца хлеб там крупу там в общем портят имущество кто-то грозится топором и это правда и так сейчас вроде выглядит все хорошо все нормально вроде как место есть но при этом что невозможно поставить после четырех часов вечером машину где-то вот приходится как-то опять ставить машину где-то сзади то есть просто элементарно они сломали гаражи ничего не предложили взамен никак не благу не облагородили эту территорию